Стрит или вулыся. Известно, что в Запорожье выбрали второй вариант. Как иностранцы воспринимают такое ноу-хау в отношении декоммунизированных улиц, узнавали наши журналисты. В 2016 году запорожские власти выделили средства на изготовление и установку табличек с новыми названиями улиц. Почти 3 миллиона гривен определили на эти цели. С конца октября фирма-подрядчик начала устанавливать новые таблички. Из двух общепринятых в таких случаях вариантов Комиссии по топонимике и декоммунизации Горсовета был выбран не международный, в котором слово улица пишется как стрит, а иной вариант, в котором название улицы дублируется транслитерацией, якобы для удобства иностранцев, которые будут посещать город. Как рассказывал одному из интернет-изданий, ответственный за дизайн табличек художник Николай Потапенко, Мел Дью с 5 лет жил в Нью-Йорке. В Запорожье на ПМЖ последние два года. Говорит, такое ноу-хау вряд ли будет понятно зарубежному гражданину. Я так думаю, что для иностранца стрит будет более удобный, можно так сказать. Вместе с тем Мел отмечает, если иностранцу немного погулять по городу и подключить логику, все станет понятно. Я так думаю, что... Я не думаю, что ему будет сначала понятно. Но если он будет проходить и будет видеть, что везде написано в улице, я так думаю, что рано или поздно человек поймет, что это какой-то шаблон, и в улице это может быть значит улица или там стрит. Сначала я так думаю, что человек не поймет, но потом рано или поздно он словит этот момент. К слову, не все города Украины перешли на вариант с транслитерацией названий улиц. Во Львове, который ближе других к странам Западной Европы, оставили название стрит. Киев, напротив, одним из первых продублировал название улиц транслитерацией. Разве что там новые таблички эстетически более приятны глазу и, наверное, практичнее для визуальной оценки. Темно-синий фон и номер дома справа, а не по центру, как на запорожских табличках.